Среда утра, 8.30. На открытой площадке летнего сада занимается группа здоровья. Составляют её женщины возраст 60+. Проводят зарядку Наталья Ильина. Занятия включают упражнения на все группы мышц. Наклоны, приседания. Всё для того, чтобы организм работал без сбоев. Всё для здоровья. Сама Наталья Борисовна начала посещать группу здоровья несколько лет назад. Рассказывает, что всегда была очень активной спортивной зимой лыжи, летом скандинавская ходьба, а ещё плавание. Правда, сейчас только летом, так как бассейна в городе нет, а ещё ежедневная зарядка. Дома и два раза в неделю, летом на свежем воздухе, в холодное время, в помещение в окружении таких же жительниц города, ведущих активный образ жизни. Начала заниматься в этой группе, ну где-то более пяти лет уже занимаюсь. Начали заниматься с Софьей Николаевной, йогой занимались в шестой школе. Там, конечно, большее количество приходило, потому что время было другое, 12 часов дня, и было более, ну всем удобнее было. Сейчас многие не хотят рано вставать. Но всё равно приходят, бывает и 15-12 человек, но больше этого не бывает. Зимой мы занимаемся в ФОКе, там на ковриках, у нас немножко другой комплекс упражнений. А летом занимаемся, вот это лето уже занимаемся здесь, в Летнем саду, а то занимались на стадионе Белово. Там тоже люди многие приходили. Я стараюсь давать упражнения на все группы мышц, на все суставы, потому что сейчас уже у нас возраст такой, что у всех практически всё болит, поэтому нужно разрабатывать суставы, ну хотя бы два раза в неделю, как мы занимаемся. Так спортом я, в общем-то, с детства занимаюсь. Я и в лыжную секцию ходила, и в школе, и в техникуме ходила на лыжах, в баскетбол играла, хотя с маленьким, с моим ростом всё равно я занималась. И велосипед, если посмотреть фотографии, у меня уже полтора года я на велосипеде, потом другой велосипед, побольше, потом уже мамин большой велосипед дамский, шесть лет уже начала на дамском ездить большом. Так что, в общем, стараюсь со спортом всё время дружить. А здесь сначала переехали мы с Мирного, Архангельской области. Ну так случилось, что у меня получился инфаркт, и вот меня это дело уже подтолкнуло заняться опять спортом. Вот в обществе Гореву хожу, Николаю Васильевичу. Там у нас тоже все эти занятия, соревнования много проходят, соревнований. Я практически во всех, кроме силовых, участвую. Ну и стараюсь людей тоже привлекать, чтобы приходили. Потому что, ну, если сидеть дома, во-первых, это скучно, а во-вторых, ну, дел-то найдёшь, конечно. Ну, это даёт стимул, это даёт общение. И бывает, что тоже встаёшь, и давление высокое, и суставы все ломит. А начинаешь двигаться, и как бы вроде всё не проходит. Наталья Борисовна не только активная члена местного отделения общества инвалидов. Без её участия не обходятся практически ни одни соревнования. Но ещё и посещает кружок «Магия рукоделия» в Центре социального обслуживания. На сегодняшний день в числе других представляет центры на различных областных фестивалях и конкурсах. Говорит, что недавно вернулась с турслёта в Юже. Но это не единственный турслёт за это лето. То ездили от общества инвалидов, там вообще двухдневный у нас был турслёт, там вообще чудесно было. Проводил Палевский общество инвалидов. Вообще замечательно, с ночёвкой, это в нашем возрасте, это просто супер. Я, например, сейчас уже не представляю, если вдруг, не дай бог, что случится, я не смогу никуда ходить. Наверное, я умру. Хотя я вяжу, шью, ну, в общем, на все руки от скуки. Но мне вот этого не хватает. Этот год у Натальи Борисовны юбилейный. Ей исполнилось 70 лет. Она мама двух сыновей, один из них военнослужащий, и уже третий год находится в зоне СВО. Есть внуки, а ещё огород. Но на всё у Натальи Борисовны хватает времени. После утренней зарядки дела идут как по маслу. Она и для других пример. Самая возрастная участница группы здоровья – София Михайловна Мамонова. В следующем году ей исполнится 80 лет. На зарядку в летний сад она тоже, как и Наталья Борисовна, приезжает на велосипеде. Кстати, освоила его, когда вышла на пенсию. Не пропускает ни одного занятия. София Михайловна – обладатель золотого знака ГТО. В спорт я пришла благодаря Наташе Ильиной. Она меня и пригласила в общество инвалидов. Как-то мы с ней встретились на дороге, и она меня пригласила. Приходи в общество инвалидов заниматься. Я стала ходить в общество инвалидов. И там у нас в ФОКе занятия идут. На занятиях занимаемся. Она занимается с нами зарядкой. Йогой София Николаевна занималась. Наташа зарядкой занимается. Два раза в неделю, в понедельник. И в среду, утром с половины девятого до девяти, до десяти, стали заниматься. Благодаря зарядке я осталась, я чувствую тугучище. Раньше я все время болела. И очень часто болела. А теперь я вроде как пореже стала болеть. Так что я думаю, что зарядка мне помогает. Заниматься в группе здоровья может каждый желающий. Приглашаем всех, говорит Наталья Элина. Пусть все приходят, кто желает. Есть и помоложе раньше ходили девочки. И вот в такой возраст, как Софья Николаевна и Софья Михайловна. Ну, в общем, нужно заниматься, я считаю. Всех призываю приходить к нам в группу. С сентября месяца, я надеюсь, мы будем в ФОКе заниматься. Так что все желающие пусть приходят. И мужчины, и женщины. Мужчины, правда, категорически отрицают. Вот так.